Ну и дальше, дальше Еще раз доброго здоровьица Просто-напросто я продолжаю, чтобы, знаете, видео то, как бы сказать, не разбавлять разной тематикой Вот пишу, вот такие вот, знаете, комментарии Петрович, а где можно купить осветленный керосин? Не знаю, где можно купить осветленный керосин Начиная от тадикампа и так далее Это через интернет, осветленный керосин Осветленный, он не осветленный должен быть Он должен быть этим самым обыкновенным керосином Которым заправляют вот эти все керосиновые лампы, как там называется Вот теперь еще вопрос по очистке печени Пользователь, очистка печени каменовалом Пользователь Вы задрали, спасибо, да спасибо Спасибо, да спасибо, и все там пишут Есть кто реально прошел курс этого? Пишите, остальные леса Ну я написал столько описаний и в книгах, и в видосах Столько отзывов, и все мимо Я не знаю, что вы смотрите, что вы читаете Или вам надо вот конкретно Вот даже в предыдущем видео там сказана суть Там просто не дана дозировка этих трав, какие травы Но это все многократно рассказано То есть получается, что, знаете, одно и то же Толдунь, толдунь, толдунь Ну а вы, вы, что вы? Ну и вам надо Столько видео, столько книг Нашли, почитали Если мне что-то надо, я тут, знаете, все переверну и найду Значит, это вам так надо Далее, очищение кишечника, разъяснение Квашеная капуста пойдет Ну попробуйте Квашеная капуста, попробуйте Опять-таки тут Потом вопросы пойдут А сколько ее съесть? А какой там курс? А как она, квашеная должна быть? Да попробуйте, квашеная капуста пойдет Так, знаете, вот пойдет Так Как приобрести вашу книгу? Следующий вопрос Я уже как-то говорил Что книги у меня в основном в электронном виде Что я давал почту свою, в конце концов, электронную Вот найдите, где я ее там давал постоянно Я должен ее выкладывать Вы же, знаете, есть этот самый Ворде тут текст Уже с этой самой С электронной почты Я, грубо говоря, там его там вставляю Ну вы хоть что-то, хоть что-то сделайте Потом пошли, здравствуйте, Петрович А при бронхиальной астме А при бронхиальной астме И мокрота слиз И прозрачной горли Вот так я читаю, как написано И ангина, керосин может помочь? Очень прошу ответить Это на видос Видос с керосин тодикал Я написал А вы попробуйте и узнаете Вот просто-напросто попробуйте И узнаете Что, чего, как, чему Можно, знаете, сказать Да, поможет Или еще там что-то такое При этом не знаю Насколько человек Поражен бронхиальной астмой Сколько там у него мокроты и слизи Ангина, насколько там у него это все Поможет, не поможет И знаете, вот опять-таки Я вам рассказываю И сам Вы старайтесь не что-то использовать Ну да, на каком-то начальном этапе Там, допустим, ангина или еще Можно использовать вот эти все эти Средства там, керосин и прочее, прочее, прочее Но это следствие Вы уже своим образом жизни Ввели себя так Что вы уже заполучили И бронхиальную астму С мокротой, слизью И какой-то там с прозрачным горлом И ангину То есть вы уже получили этот букет Вопрос Это следствие Вопрос в причинах Знаете А как вы этот букет нарвали в течение жизни Что вы делали Что у вас появилась ангина Что вы делали Что у вас появилась бронхиальная астма Слизь Какое ваше питание Какие ваши условия Что вы там делаете И так далее Я всегда говорю Меняя образ жизни Мы с вами Можем как избавиться От тех или иных заболеваний Просто условия им Не создаем Так точно Создавая условия Вот я допустим Сейчас начну булочками объедаться Пивку там пить И сидеть ничего не делать Не ходить там Не это Я заболею То есть образ жизни Делает человека Здоровым Или больным Без всяких Знаете Каких-то панаций Вот это лекарство Вот это еще что-то Вот это еще что-то Такое Голова Когда светлая То Человек здоров И процветает А если она не светлая Она напичкана Знаете Разного рода Какой-то Информация Которая Ну просто возможно Интересная У того-то такие сиски У того-то такая писька Тот-то что-то там сделал Тот-то что-то сделал Тот нырнул Тот достал Акула приплыла там На свадьбу Подалили 23 килограмма Золота Вот 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 эта информация Забита голова Уже от одной От одного этого мусора Человек Может заболеть Так На видео Кто ищет Тот спасется Спасибо вам За ваш труд Ваши книги должны быть В каждой семье Как на настольные И передаваться По наследству А вот видите Не получилось Так хорошо В 90-е годы Бум Гарриевич Бум был А сейчас Вроде как Не нужны Читать особо Не хотим Да и не нужны И И все И Бродят Знаете Потерянные люди Вот так вот По интернету Спрашивают А вот это поможет Или не поможет Вместо того Чтобы попробовать Там Разобраться Знаете Вот Я всегда Не хочу сказать Что я даю Рекомендации По тому или иному Там Заболеванию Но Я Если Какое-то Заболевание Меня Всегда Волнует Как оно Развивается В какие Условия Способствуют Тому Что возникает Это заболевание А не то Что там Это И Зная Вот это Я уже понимаю Что надо Делать Какое Лечение Будем Говорит Предлагать А не Зная Не всего Этого Человек Будет есть Шоколад Килограммами Будет Еще Там Что-то Там Делать И при этом Надеяться На Керосин Что он Там Грубо говоря Излечит Там Астму Так Долгих лет И крепкого здоровья Вам Низкий поклон Благодарю Ну И еще Давайте Одно Почитаем И на этом Закончим Выжить Любой Ценой Голод Урина Пользователь Один день Назад Пишет Мне Довелось Стать Невольным Свидетелем Лечения Рака Четвертой Стадии С метастазами По всему Организму У мужчины Которого Выписали Из больницы Умирать Домой Занесли На носилках То есть Вот Здесь Пример Что делать Человеку Все мы В том числе Я В свое время Мы доверяли Доверяли И доверяли Врачам Вот пожалуйста Я заболел Да Вот Полечите Меня Что вы Там Это Ну лечение Не принесло Никаких По научной Медицине Никаких Результатов И что Человеку Делать Вот что Ему Делать Вот вынесли Умирать И все Что делать Лежать И дожидаться Некоторые Так и делают Некоторые Там в больницах Помирают Что Делать Либо же Попробовать Попробовать Есть же Такой вариант И Это Не Возбраняется Человеку В этом случае Что-то такое Предпринять Чтобы Обрести Здоровье Выздороветь Или хотя бы Протянуть Дни своей жизни То есть Это право Человека На жизнь В конце концов Которое Вот Не должно Быть Отнято Ну попробовали То не получилось Ну тогда Это А тут Получается Оооо Это не делай Это это А что делать Умирать Или что делать Итак А его соседка Была Знающей У нее была Книга На тему Уринотерапии Голодания Она предложила Мужчине Эксперимент Ну А что делать Ну вот Давай Попробуем А вдруг И Помощь свою Понимая Что выбора Нет Он согласился То есть Человек Даже Видите Он и понимает Он бы Это и не делал Вообще Но вот Стоит Ребром Либо Что-то Получится Либо Ничего не получится И ты Благополучно Скончайся Да Это было В Магаданской Области Уже через Три месяца То есть Три месяца Своеобразного Ну скажем так Лечения Которое Предложила Эта женщина Через три месяца Он расчищал Весь двор От снега Лопатой И водил Машину По деревне Врачи же Сказали Что ошибочный Диагноз Поставили Ну хорошо И вот таких Знаете Ошибочных Диагнозов Ставится Огромное Количество Вот говорится Что Вот это Вот это Вот это То-то То-то-то-то И начинается Естественно Вот это Лечить Того Чего Нету И грубо говоря Знаете Грубо говоря Ну вылечиться Скажем О хорошо Мы тебя вылечили Не вылечиться Помрет человек Ну мы сделали Все что могли И когда вот Расписывается В собственном Бессилии Тогда начинаются Вот какие-то Вот придумки Что Диагноз не тот Или еще что-то Или еще что-то И Просто знаете Удивляясь При современной Вот Диагностической Вот этой вот Науке Когда там Тебя уже И следуют Грубо говоря Чуть ли там Не на хромосомном На генном Уровне Что там Рак у тебя Не рак Еще там Та-та-та-та-та-та-та И вот так сказать Вот говорили Да Это рак А теперь нет Ошибочный Постали Хотя после Выписки С больницы Ему уже Кололи Наркоту От боли После выписки То есть Чтоб человек Ушел там нормально Грубо говоря Без боли Не орал там Не это Понимаете Задний ход Дают И при этом Никакой Ответственности Не несу Ну что Когда Начали Голод Наурины И растирание Всего тела У парины От наркоты Вскоре Отказались Значит Голодание Наурины Растирание Всего тела У парины Об упаре Наурины Народ узнал Только от меня В России Вообще Про упаренную Урину Рассказывал Махадев Бог богов Шива Я узнал От него И вот Передал вам Что можно Что можно Использовать У парину Урину Она еще Лучше Действует Голодание По особому Действует На организм Человека Урина По своему Воздействует У парина Еще по своему Воздействует И пожалуйста Если все это Грамотно Сделать Действительно Вот такие вот Вещи Ну далее Такие вопросы На место Ушибов И переломов Тоже можно Оставить Глиняные Аппликации Знаете Насколько Здесь Насколько Большой Ушиб Насколько Серьезный Перелом А то Можно Такой Знаете Вопрос Задается Что мол Да Вот Грубо говоря Там Кость Надо Собирать По этим Крупицам Да Глиняная Катаплазия И все Мол Это само Само там Заживет Но Вы же опять таки Соображайте Что Че Как Вот Вопрос Какой То Такой Знаете Ну вот Наивный Кстати Мне на Передачу Будете Смотреть Если Передачу Малахова Лайфхаки На На Втором Канале Российском Был задан Вопрос Вот А что Вы посоветуете От головной Боли Позвонил Там Смотрящую Передачу И задал Такой Вопрос На что Я ответил У меня Голова Болела Редко Я На своем Опыте Не знаю Что там Применять А на самом Деле Головных Боли Боли Различных Видов От чего Она болит Огромное Количество И в каждом Конкретном Случае Надо Подобрать То средство Подбирается Которое Воздействует Непосредственно На причину А так Просто Головная Боль Как Алина Говорит От головной Боли Лучше всего Гильотина Раз и все Любая Головная Боль Ее нету Но Вы Соображайте Немножечко Соображение Отсутствует Так Дальше Танья Да Это Шанах Как раз Наши кости Состоят Из Кремниевой Сетки На которую Налепливаются Частички Кальция То есть Кремниевая Сетка Это основа Без Ее Кости Становятся Ломкими И непрозрачными Так как Кремни Придает Костям Упругость И гибкость Ну Хорошо Источник Кремни Это Глина Пищевая Принимаемая Внутрь Ну Нанайти Глину Пищевую Вовнутрь И еще Знаете Вот такой вопрос Глина Пищевая Принимаем Вовнутрь Мы все думаем Что если Что-то Вовнутрь Забросим То оно Непременно Пойдет Туда Куда Мы считаем Нужным Это Вот Меня Знаете Что еще Удивляет Так Немножечко Отвлекусь Это То Что Пересадка Костного Мозга То есть Костный Мозг Человека По каким-то Либо Причинам Перестает Что-то Там Вырабатывает То есть Он заболел Он Не выполняет Те или иные Функции Так вот Значит Пересадка Костного Мозга Это когда Допустим От донора Тем или иным Образом Возгнут Этот Костный Мозг А скорее Всего Его Знаете Как Пересадка Берут Просто-напросто Кров Здорового Человека Ее Там Сгущают И потом Через Вену Вкалывают И считается Что Вот Кров Она Войдет В костный Мозг И как-то Его Омолодит Или Вылечит Но если Он уже Больной Как она Туда войдет Вот как Она войдет Знаете Вот такие Какие-то Посылы Вот точно И тут Пищевое Принимаемое Внутрь Вот приняли И оно Должно Туда войти А организм Быстро Наполняется Кремнием Ну вот Здесь Я всегда Говорю Вы на себе Это пробовали Или это Вот Кто-то Вам Сказал И вы Знаете Вот Эту Мысль Транслируете Дальше Ну вот Расскажите Лучше О своем Опыте Если Так На место Ушиба Перелома Можно Оставить Глинную Аппликацию Хорошо Что Вот Был Перелом Я Поставил Глинную Аппликацию Опа И помогло Да Информация Такая Есть То Все Но Хотелось Бы Практически Что Узнать Так Глина Так Выступает Как Ацербент Для Токсинов И Шлаков Ну Ясно Как Ацербент Она Выступает Вот Здесь Больше Согласен С тем Что Глина Это Выступает Значит Связывает Но Опять Так Сколько Надо Есть Этой Глины В каком В виде Глиняную Воду Пить Или Так В виде Шариков Глотать Какой Кус И Все Такое Прочее И Кстати Я Когда На Украине В Киеве Вел Передачу Где-то Месяца Три Четыре Здоровинки Булы Как Раз Там У них Есть Источник Вот Этой Глины А Там Они Вырабатывают Обрабатывают И Она Знаете Такая Как Пудра Белая Такого У меня Есть Я по-моему Не съел Вот То есть Не Всякая Глина Подойдет Особенно Пищевая Как Ее Там Надо Обработать Что Надо Сделать Не Так Все Просто В виде Катаклазии Так И Вот Наконец Так Такой Вопрос У Меня Камни Желочные Пузыря Полный Хочу Отвечать Отвечать Вот Опять Таки Описаны Книги Различные Варианты Описаны Примеры Вот Вот Видосы Вот Так Вот Они Камни Вот Это И Вот Еще Что Там Так У У Учись Работать Самостоятельно Я Думаю Что Нормально Набрали На Два Видосика Полноценных И Еще Хочу Вам Сказать Значит На Российском Канале Программа Андрея Малахова Вот Какие-то Лайфхаки Я так понимаю Для здоровой Жизни Вот Следите За Расписанием Где-то Я думаю В течение Ближайших Двух Недель Она Появится И Вы Посмотрите Кому Интересно